Архангельское телевидение Архангельское телевидение приглашает на работу ведущего телевизионных программ. Резюме направляйте по адресу архтвсобачкаархтв.ру Требуется координатор-продюсер телеканала ПС. Обязанности – сбор информации о происходящих в регионе событиях, организация ежедневной работы съемочных групп телекомпании. Требования – ответственность, пунктуальность, коммуникабельность, настойчивость, отличное знание компьютера. Приветствуется опыт работы в СМИ. Резюме отправляйте на адрес работа-собака ps29.ru На высокооплачиваемую работу приглашается фотограф. Желательно наличие опыта и профессиональной фотоаппаратуры. Обращаться по телефону 8 921 491 29 07. Продается участок 4 гектара. Земли поселений, водопровод, электроэнергия, дорога. 10 миллионов рублей. Деревня Трипузова. Телефоны 47 17 66 65 25 25. Продается щенок лабрадора. Родословный РКФ, ветеринарный паспорт, возраст 2 месяца. Телефон 8 921 073 89 99. Продаются щенки немецкой овчарки. Родословный РКФ от родителей с хорошими рабочими качествами и охранными данными. Телефон 8 911 659 88 23. Родословный РКФ Родословный РКФ Родословный РКФ Родословный РКФ Родословный РКФ КОНЕЦ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 в школе номер 10. У него большая семья, жена, три дочери, шесть внуков и шесть правнуков. Юрий Ильин считает себя счастливым человеком, ведь тот, кто пережил войну, умеет ценить каждое мгновение жизни. Инга Швецова, Олег Ширяев, Панорама Севера. Поводом для сегодняшней темы дня послужило нововведение, связанное с отменой комендантского часа в общежитиях. Как к этому относятся сами студенты, мы узнаем из запроса, проведенного Ингой Швецовой. Если бы комендантский час был, это было бы лучше. Почему? Для студентов, в первую очередь. Ну, потому что в комнатах проживают не по одному человеку. Один, допустим, один в это время отдыхает, а в два часа ночи возвращаются домой. Я считаю, что комендантский час не нужен, потому что мы все совершеннолетние люди, которые, ну, проживаем в общежитии, и хотели бы возвращаться в то время, когда нам это нужно. У нас могут быть разные дела, которые нельзя отложить, и нам нужно возвращаться обратно. Считаю, нужно просто его попозже сделать, потому что в одиннадцать часов это, ну, как бы, неудобно. Как бы гости у тебя сидят, и в одиннадцать часов уже все должны убежать. Ну, в какой-то степени, я думаю, что нужен. Ну, в принципе, на это никто не обращает внимания, потому что после одиннадцати все равно все шумят, орут, бегают, веселятся. И, в принципе, будет он или не будет, вообще разницы нет. Я считаю, что, в принципе, комендантский час нужен хотя бы для того, чтобы был порядок на более высоком уровне. А сейчас за комментариями по поводу ситуации, связанной с отменой комендантского часа в общежитиях, мы обратимся к нашей сегодняшней гости, директору университетского студенческого городка Елене Вереникиной. Елена Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. В УЗО в России теперь запрещено назначать комендантский час для студенческих общежитий. На ваш взгляд, это нововведение имеет только положительные стороны? Ну, я думаю, что да, это нововведение имеет положительные стороны для всех, и для студентов, и для всех общежитий. Но хотелось бы отметить, что в общежитиях САФУ, у нас их 11, у нас никогда в последнее время не было комендантского часа, и работая уже третий год на этом месте, мы над этим действительно долго работали, чтобы всех студентов запускали в любое время, когда они приходят в свое живище, как говорится. И вот я сейчас недавно, неделю-две назад была на тренинге, на совещании в Костроме, и встречались там с такими же руководителями и директорами общежитий, которые говорили, оказывается, что в стране у нас вообще во всех общежитиях почти высших учебных заведений, не только, введен вот такой комендантский час, при котором студенты, уходя после 11-23 часов из общежитий, должны написать заявление о том, что они уходят по уважительной причине, и тогда их выпустят, а потом там, соответственно, их запускали обратно. Но у нас такого никогда не было, потому что я считаю, что студент должен в любое время может приходить в то место, где он проживает без всяких препятствий. Ну да, потому что от российских студентов вообще поступало очень много жалоб, связанных с комендантским часом, и студентам, чтобы попасть домой, зачастую приходилось давать взятки охранникам, залезать в комнаты через окна, ночевать даже на улице, но это ведь очень даже небезопасно. Да, на самом деле такое, я думаю, что происходит, и в других городах, и у нас, наверное, такое было, но вот, как я еще раз повторюсь, я работаю на этом месте третий год, и с самого начала, когда я только пришла работать директором студгородка, первое, с чего мы начали, это работали и со службой охраны, и с сражами, которые находятся в общежитии, и несут ответственность за безопасность людей, находящихся в ночное время в общежитии, за свою безопасность. В принципе, были моменты, когда у нас студентов не пускали, но, значит, над этим мы работали в плане того, что зимой, вы сами понимаете, что холодное время, и студенты могут, понятно, не попав к себе домой, где-нибудь замерзнуть на улице или пойти там нарваться на какие-то другие нехорошие мероприятия, поэтому, чтобы этого не было, значит, мы работали и со сторожами, что не должно быть причин и преград к тому, чтобы студент в любое время мог попасть к себе в общежитие и выйти, в принципе, из общежития, потому что, извините, они могут и работать в ночное время, и маму встретить там ночью, в поезд приходит, поэтому проблем не должно быть никаких. У нас были случаи, когда общежитие, сторож из своих, скажем, побуждений, что ему страшно спать, закрывал дверь, но вопросы все решены были, и сейчас у нас такого нет, то есть сторож в любое время встает открывать, если даже дверь закрыта. А вот как бы вы оценили ситуацию в общежитиях САФУ? Вообще, с отменой комендантского часа изменилось что-то? Ну, опять же, хотелось отметить, что для нас это не было таким, вот, знаете, моментом, когда мы испугали что-то, что вот сейчас там нужно будет менять какие-то положения свои или еще что-то, потому что мы, вот, я считаю, я всегда на стороне студентов, и считаю, что не должны никто нарушать права любого человека, в том числе и студента, да, то есть право передвижения, то есть он может в любое время, он 5 лет или 4 года проживает в этом, он заключил договор, это его, как говорится, дом родной, да, и поэтому для нас вот на сегодняшний день эта проблема не такая острая, которую вот нужно сейчас работать, но я наслышана, что и в городе Архангельске, в других общежитиях есть как раз вот такой комендантский час, и там они сталкиваются с проблемой, то, что студенты не могут зайти в общежитие, и начинают вот различные там поползновения через балконы, через окна, но дело в том, что есть проблемы, у нас ведь высших учебных заведений не так много в городе Архангельске, вот наш СГМУ, в СГМУ ничего не могу сказать, какие у них там ведения есть, если комендантский час, но есть общежития-колледжи, где живут несовершеннолетние дети, там немножко другие правила, потому что вы знаете, что есть областной закон, который говорит, что после 22 часов несовершеннолетние дети не должны одни находиться, поэтому для них и есть правило проживания в общежитии, в положении указано, что там как раз вот по разрешению законных представителей, да, но у нас таких проблем нет, вот за это мы вопросы решили, и я считаю, что студенты наши не могут даже проявлять никакие недовольства, потому что мы работаем только для них. Все понятно. Спасибо большое, Елена Юрьевна. Напомню, экспертам нашей сегодняшней рубрики была директор университетского студенческого городка Елена Вереникина. Международный день танца отметили в Новодвинском детском доме-интернате для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии. Там состоялся областной конкурс смотр танца «Вдохновение». Нина Стадульская знает все подробности. Областной конкурс «Вдохновение» для детей с ограниченными возможностями здоровья проводится в Новодвинском ДДИ уже 9 лет подряд. С каждым разом танцевальное движение обретает новых участников. Сегодня их было 79. Это воспитанники различных реабилитационных центров специализированных детских домов из Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и Котласа. Любовь к танцу – это, наверное, то занятие, которое можно заниматься всю жизнь в любом возрасте. И надеюсь, что вы сохраните любовь к танцу на протяжении всей своей жизни. Я желаю вам успехов, хорошего настроения. Танцевально-конкурсную программу открывали самые юные участники – ребята из областного специализированного дома ребенка. Они исполнили два номера – «Бучка» и «День рождения». Танцевальные движения каждой композиции были достаточно просты, но вместе с тем и очень милы. Поэтому выступление малышей непроизвольно вызывало улыбку на лице как у зрителей, так и строго в ажуре. Самое главное, что это положительные эмоции. И то, что на самом деле они видят других детей, старше, в преемственности именно. То, что это праздник вообще для них. То есть шарики кругом, подарки, может быть, еще подарят. Выступление само, аплодисменты – это вообще очень важно. Еще один постоянный участник областного конкурса «Вдохновение» – танцевальная группа из Архангельского опорно-экспериментального реабилитационного центра. Их задорный танец «Валенки» привел восторг всех и по праву заслужил приз зрительских симпатий. Нам очень понравилось выступать, потому что мы как бы немного боялись зрителей, но мы смогли. Мы репетировали два месяца. Постюмы очень долго ждали и сшили сами. Было очень сложно. Репетировали один раз в неделю. Нам нравится этот конкурс, потому что он проходит ежегодно, и мы каждый раз придумываем разные танцы. На протяжении всего конкурса в зале не было духа соперничества, царила единая дружная атмосфера. Зрители и артисты поддерживали друг друга аплодисментами. Победителями, безусловно, стали все. В первую очередь для самих себя и для окружающих. Эти ребята, которые имеют ограничения по здоровью, доказали, что танцам подвластны все. В Архангельске открылось фан-кафе «Водник ПРО». Его изюминкой стали трофеи, завоеванные бенди-клубом столицы Поморья. Приобщиться к спортивной истории хоккейной команды «Водник», а заодно и подкрепиться можно в кафе на стадионе «Труд». Интерьер в желто-зеленых тонах, телевизор с большим экраном и теплая компания единомышленников. Что еще нужно для счастья настоящему болельщику «Водника»? Это очень хорошо, что открыли такое кафе, потому что будет очень удобно именно болельщикам во время перерыва, после игры, зайти сюда. Здесь очень уютно, попить кофе, чаю, посмотреть на все награды и кубки нашего клуба «Водника». А посмотреть здесь можно не только на кубки, завоеванные «Водником» в разные годы, но и прямые трансляции матчей, а также записи лучших игр прошлых лет. Главная задача его вообще – это консолидация болельщиков, ветеранов команды и самой команды. То есть сама идея не нова, уже было несколько кафе, но это единственное в своем роде, где выставлены все трофеи. Который когда-либо завоевал «Водник», который зарабатывала его с хоккейной школой. Должна быть, для меня вот эта связь поколений, чтобы эта связь поколений держалась, вот для этого это в первую очередь Иисус создан. Фан-клуб – это не просто место, где можно перекусить во время игры и обсудить с друзьями итоги матчей любимой команды. Велика вероятность – встретить за соседним столиком своих кумиров. Кстати, под стать спортсменом болельщики будут приобщаться и к здоровому образу жизни. На столах – бокалы, только для воды. Безусловно, у тех, кто живет русским хоккеем, теперь появился второй дом. И имя ему – фан-клуб «Водник.Про». Он открыт ежедневно с 11 до 23 часов. Мария Воробьева, Алексей Шаршов, Панорама Севера. В завершении выпуска информация о курсе валют на завтра. По данным Центробанка, на 6 мая доллар США – 35,84 рубля, евро – 49,74 рубля. 9 мая круглосуточный городской телеканал «ПС» посвятит свой эфир 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В полдень в 12 часов мы начинаем прямую трансляцию митинга памяти с площади мира у Вечного огня «Никто не забыт и ничто не забыто». В 13.00 прямое включение с улиц города. Торжественным маршем пройдут войска Архангельского гарнизона и участники Бессмертного полка. В 14.00 смотрите прямую трансляцию праздничного концерта «Но помнит мир спасенный» с участием Северного русского народного хора. Затем в 22.00 молодежная программа «Мы дети твои победа». И в 23.00 впервые в прямом эфире вы увидите, как небо Архангельска раскрасит победный праздничный салют. Встречайте победу с телеканалом ПС. Сегодня тема программы в центре внимания – работа Архангельского водоканала. Как решается судьба очистных сооружений СЦБК и какие проблемы в организации требуют первостепенного решения. На эти и другие вопросы в прямом эфире ответит директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Сергей Рышков. А у меня на этом все. Вы смотрели информационную программу «Панорама Севера». В студии была Лариса Истомина. До встречи. Здравствуйте! Это Юнис и прогноз погоды на телеканале ПС. Сегодня особенный день. День добра и тепла. И если с добром вроде нету проблем, то вот с теплом – беда. И о погоде на 6 мая в Архангельской области. Итак, в Котласе сегодня плюс 8 пасмурно и небольшой дождь. Ветер сильный. В Плесецке 0 градусов, на небе пасмурно и сильный снег. Собственно, как и ветер. Ну что ж, Ивельск плюс 2 на термометрах, облачно, снег и ветер слабый. Наконец, о погоде в Архангельске. Утром пасмурно, небольшой дождь, температура плюс 1, ветер сильный. Днем погода изменится, но не в лучшую сторону. Плюс 1 на термометре, ветер сильный, пасмурно. Все вроде так же, вот только дождь сменится на сильный снег. Вечером так же, как и днем, снег пасмурно и температура воздуха минус 2. И совет на прощание, по пустякам не заморачивайтесь. Ответ нет и выключен свет, ну что мне делать, если это любовь? Простить остаться или уйти, ну что мне делать, если это любовь? До встречи на телеканале ПС. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА